Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Треть ищущих работу граждан России выразили желание привязать свой уровень дохода к курсу доллара или евро. Почти половина соискателей не хотят зависеть от валютных колебаний. Граждане, чей доход зависит от курсов валют, в настоящий момент составляют 2% работающих. Респонденты, пожелавшие привязать зарплату к валютному курсу, объяснили это тем, что доллар уже никогда не будет стоить 6 рублей, 12 рублей или даже 30 рублей. Главное, чтобы цены были не как в Белоруссии, в миллионах. Уровень просроченной задолженности по кредитам в январе увеличился на 1%, до 16,58%. Это самые высокие темпы роста просрочки за последние два года. В Бюро кредитных историй напоминают, что предыдущий резкий скачок просрочки был зафиксирован в марте 2014 года. Тогда за месяц она выросла на 0,84%. Быстрее всего просрочка росла в сегменте необеспеченных кредитов. Уровень роста просроченной задолженности по займам наличными достиг 18,5%, по кредиткам – 15%. До 10,9% увеличились темпы просрочки по автокредитам – до 3,48% про ипотеки. В целом объем просроченной задолженности составил 775 миллиардов рублей. Кто-то удивился? Я нет. В 2014 году Таиланд рассчитывает на увеличение турпотока из России. В прошлом году российский рынок продемонстрировал определенный спад. Таиланд посетили 1 миллион 600 тысяч российских туристов, что на 8,17% меньше, чем в предыдущий год. В этом году Таиланд намерен увеличить доходы от российского направления на 14% и увеличить туристический поток на 9% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что для Таиланда российское направление является вторым по доходности после китайского. Ну, буддисты, а не вообще оптимисты. Российский фондовый рынок открылся в четверг в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос до 1793 пунктов. Среди лидеров роста – Татнефть, Лукоил, Новотек, Фармстандарт и Роснефть. Лидеры падения – РДР Русала и МВидео. Рост на российском рынке происходит на фоне позитивных ожиданий итогов встречи глав России, Украины, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры в Минске продолжаются уже более 14 часов. Курс доллара на 12 февраля – 66 рублей 5 копеек. Курс евро – 74 рубля 73 копейки. Золото стоит 2623 рубля за грамм. Серебро стоит 35 рублей 68 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 56 долларов 71 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!